Судебное средневековье. В Черновицкой области разгорелся скандал. Местные адвокаты уверяют, в одном из районных судов подозреваемых держат в двухметровых металлических шкафах. Пока те ожидают судебного заседания. Сами судьи все обвинения отрицают. Детали этой жуткой истории в сюжете Ольги Паламарюк. Этот металлический шкаф заметил адвокат Александр Мухов в Глыботском районном суде. Рассказывает, когда пришел на судебное заседание, его клиент как раз находился в комнате для подсудимых. Зайдя внутрь, адвокат ужаснулся. Александр уверяет, удерживать подсудимых в таком металлическом шкафу здесь обычная практика. Бывает, что в двухметровой камере без окон одновременно находится до девяти человек. А сам шкаф напоминает застенки времен Средневековья. Мешаться в ситуацию попросили уполномоченного по правам человека. Уже на следующий день в райсуд прибыла проверка. Начали собирать доказательства. Эти шафы, они функционировали действительно, как примещение для подсудимых. Поэтому есть документальные подтверждения. Фактически это можно расценивать помещение человека в такую шафу, как жестокий положитель. Сегодня о металлических шкафах напоминает разве что следы на стенах. Их срочно убрали с глаз подальше. Куда именно, председатель райсудан не говорит. Уверяет, шкафы эти не использовали много лет. Просто берегли их как раритет. В том, что история со шкафом вымысел, уверяет и в областном управлении судебной администрации. Мол, адвокат все выдумал, чтобы повлиять на ход дела. Скажи за все, что это надуманные думки, потому что таких людей не могли бы пребывать в таких помещениях и в таких камерах. Наше переконание это и провокация. Так удерживали или нет кого-то в шкафу? Правозащитники уже написали заявление в полицию, даже обратились к президенту. Требует, чтобы он обратил внимание на факты жестокого обращения с подсудимыми.